И хотелось бы обсудить сегодня еще один аспект изумления, это Саджатия. И сегодня я хочу поговорить, это мой желание, чтобы поговорить еще один аспект изумления, который мы видим, что это Саджатия. Саджатия means we have some native souls, those with the same nature. Какое единое изумление объединяет нас здесь, сейчас? Необязательно говорить прямо сейчас, необязательно, важно прислушаться к себе. It's not important, not necessary to tell right now, but it's more important to deep our mind, our consciousness in our heart and feel it. What we are waiting, what the feelings of amazing we wanted. Прислушаться и услышать этот отклик правды. And to hear, it's important, necessary to hear our hearts and the found echo means response of our own truth. Мы есть продолжение эмоциональной сути, абсолютной истины. И ядро нашей Личности — это эмоция. And the core of our soul, our personality is emotion. Абсолютная эмоция. Absolute emotion. Другими словами, ядро нашей Личности — это изумление. By our words, the core of our personality is the feeling of amazing. Из изумления возникает наша вечная форма. Because of this feeling of amazing, our eternal spiritual form, our сваруп, our сила Деха, is coming. Наша вечная форма — это форма изумления. Our eternal form is the form of feeling of amazing. И здесь нюанс. Чем мы изумляемся? In that moment, it's very important to feel what really makes us amazing. В зависимости от того, чем мы изумляемся, мы развиваем тот или иной тип формы, нашей вечной формы. It depends on what kind of, what is, can amaze us on this, depends on what kind of form you will receive, spiritual form. И мы объединяемся в саджати и сангу именно по этому принципу, по принципу изумления «я», единого изумления. And we are united in one sangha, in one society by this principle of amazing, means we are amazing by the same thing, by some absolute truth. Some special form of absolute truth is amazing to us. And we are helping each other. to develop this feeling, this feeling of amazing. Чтобы оно стало руководящим принципом нашей жизни. In such a way, it will be the main principle which will lead us in our life. And from this principle, the principle of isumling, единого, единого изумления, исходит и другой основополагающий принцип нашей практики — это сангиртана. — Потому что сангиртана — это не просто совместное воспевание чего-то. — Потому что сангиртана — это воспевание с корневым чувством. — Это сопереживание вместе с абсолютной истиной. — Когда получается соединиться с этим переживанием, то мы входим в это состояние, в состояние эмоционального единства с абсолютной истиной. — И это состояние, это чувство, оно усиливает чувства других. — And this feeling developed or increase the feelings of ours. — В современном мире это известно как… то, что усиливает в семь раз принцип… — Прогрессия? — Да-да-да, синергетика. В современном мире это известно как синергия. — Открытия? — Да-да, роды? — Да, Матар, а можно вот пока этот… Родочиран переводчик этот… Вопросик маленький. — Давай, конечно, конечно. Вот изумление, да, это как бы начало, да, вот, духовного существа, но ведь там же есть вот Ананда, мне интересно, счастье, знаешь, как можно изумиться от необычайного ужаса, да, матеря, да, 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 знаем, что там вот Ананда, Ананда, может быть, да, радость, ради Ананды, если кришне было хорошо, она для этого идет, она ради него дышит, рады-рады, вот такой маленький. Рада Говинда, пожалуйста, не забывай, что мне это перевести, а у меня память короткая, я предложение за предложением хочу переводить. А, все хорошо. Рада Говинда, о, извините, Рада Говинда говорит, что его ответа, что важно не забыть, что это ощущение удивления, связанное с Анандой, а не с другими ощущениями. Потому что, например, человек может быть удивленными за какие-то плохие, которые, за примером, так много людей может быть убедены, и это может быть удивленным. Но, о том, что мы говорим, это谣ет Инанду, о том, что болезнь. совершенно верно я совершенно верно нас объединяет определенное изумление из множества множество разных форм изумления где есть очень неприятные изумление нас объединяет то изумление которое является жизнью самой исламени нашей и мы движемся в направлении этого потока потом ее измелья поэтому а я бы предложил каждому поискать как пример в своей жизни в жизни в своей практике в своей жизни то как изумление вот это вот изумление которое соединяет нас который объединяет нас как она проявляется то есть почему я здесь другими словами потому что если не будет если не будет единого изумления то не будет и этого усиления потому что если один не будет санкиртаны должно быть одно намерение а одна цель ванга один метод из множества методов которые существуют мы уже выбрали тот который отвечает нашему внутреннему состоянию метод который вызывает метод который вызывает в нас изумление вот я об этом хотел бы предложил поговорить дамадар я хочу начать давай 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 i i want to start please do it forgive me for my not humbleness but the mother will cause in me the desire to say first i will speak in russia and then english sentence by sentence когда я получил харинам от шрил нарангаса махараджа и стал повторять я был изумлен when i will receive harina from shri narengasa mahradj i was amazing by effect of this harina в этот момент я понял что харинам не отлично от рада кришна because in that moment i understood рада кришна is harina maha mantra is рада кришна and in one moment и однажды в момент повторения я почувствовал радха рядом и я почувствовал себя девушкой или девочкой не знаю то есть свое чувство совершенно другой в другом образе чувство были неприсущей мужчине in one moment when i started to change harina i feel рада is close by and i feel what i am not male more it was amazing это мне изумило еще один пример как харинам изумил меня это я я думаю что я получил еще харинам от шилы гурдева от нашего гурдева здесь в германдире i think i will i received one more of harina from shila gurudev here in monger mandir весной прошлого года был праздник празднования 90-летия установления божеств рада мохана здесь in previous sprint sprint one year ago one festival was happening here 90 years from the time of establishing hakurdji here рада моханджи и гурдев в аутарный пел имена рада мохана и пел плакал танцевал в этот момент когда он пел эти имена вошли в меня это изумляет then he came to outer room and started to glorify рада мохана he's singing his name names рада мохан and he's dancing with hands like this and crying in that moment that names these names come to my heart и сейчас когда я прославляю рада мохана я опять чувствую этот вкус которым иногда дал удивительный вкус который изумляет and now when i'm singing i'm going to find the names of the mohan i'm still feeling that amazing раз и мазин ручей в тест и майкар ради 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 а как вот вот это имя которого аске на инвич вы это мазин а я я чувствую близость с ними я чувствую что я их они мои вот это не изумляет то есть у меня есть имя личная связь теперь я не где-то там и они кто-то там то есть мы одна семья мы одно целое вот что я чувствую что я их они мои i'm feeling when i'm singing their names i'm feeling they are my and i'm they this is feeling of their one whole this is makes me amazing what how it possible but i found someone with whom интернете i always connected то есть я обнаружил что есть те с кем я навечно связан нет did you want to tell something i tried to make my camera there i am am not done up on the motor from so happy for this subject Я очень счастлив за тему, которую ты выбрал. Это для меня тоже очень важная тема. У меня есть мое собственное определение, что такое изумление. Изумление – это ответ на вопрос, который мы еще не задали. Он еще не оформился, а мы уже получили ответ. Мы еще не спросили об этом, мы еще не искали этого. Это изумление не является объектом нашего поиска внешнего, из интеллекта, из эго и рациональности, чувства рациональности. Это то, что удивляет. Это то, что мы не искали, но удивительно нашли. Это то, что мы не искали, но удивительно нашли. Према приходит изумительно. То есть, когда ты не ждал, когда ты не искал. Если мы изумлены любовью, тогда мы можем понять, какова она, на самом деле, эта любовь. Вот почему это чувство изумления так важно. Это флаг любви, флаг премы. Это флаг любви. Это флаг любви. Флаг премы. Да, мы так долго ждали, утфу. Рады, рады. Да, Мадараджи, ты подволишь, да, я тоже от тебя добавлю. Конечно, 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 конечно. Ну дайте мне капельку. Да. Я хочу поделиться. Рады, Тиран, переводи. Я тоже хочу поделиться. Я был так много инспирен. Я хочу поделиться. Да. Это как бы не мое личное откровение, а откровение моего, скажем, нашего духовного брата, Петр Мамонов. Я слушал вот его. Это не моя эксперт, это эксперт для меня. Еще раз, как его звать? Петр Мамонов. Петр Мамонов, his name is your name. Русский, как этот, духовник, преданный. This is one Russian spiritualist. Я хочу нарисовать картину такую. Рада, Тиран, ты потом, я так тебе накидаю, а ты своими словами, да, общую идею поймаешь. Он, знаете, представьте себе, что вот наша любовь, да, вот наша изумленность, это как вот в виде сердца. Ну вот, визуализируйте. Но сейчас, да, положа руку на сердце, мы понимаем, что у каждого у нас каменное сердце. Да, и мы столько искали, да, вот этого чувства изумления, да, вот этого счастья Ананды долгие годы, да. Ну, то есть, знаете, как камень, который лежит, вот это каменное сердечко на океане, на берегу. И обычной волной, да, вот его там, ну, я знаю Раду. Как войдет, да, вот эта милость, как войдет изумление в каменное сердце. Да, и вот мой, да, я его, как учителя своего такого духовника считаю. Вот Петр Мамонов, он говорит, что наша жажда, жажда вот этой милости, да, получения этой изумленности. А мы должны, этот камень, наш, должен треснуть. Треснуть, знаете, но не нашими усилиями, Рада Теран, а вот этой, да, волной. То есть, это изумление должно отрасли, да. Знаешь, как камень, да, как вода попадет в камень, должно быть, это каменное сердце наше должно треснуть. Треснуть, вот такое изумление, такая жажда. Петр Мамонов, whom I'm accepting as my spirit, one of the spiritual masters, he is telling, that by power of the wave, which is coming to the stone in such power, that the stone is starting to crack. And then water, Rasa coming inside. Ора is how possible. Means, by the mercy, it's coming inside, in the heart, which is like stone. Ну, да, вот в своем, там, ну, в своем, как бы, откровении, опыте, да, вот этот дедушка, да, дяденька, он говорил, как бы, о любви, да, так, в общем. Но ведь любовь, мы же знаем, что она, да, она рада. И поэтому, да, вот, что, такой его, как бы, урок, это вот, ну, то есть, мы должны впустить, то есть, у нас должна такая, знаете, вот эта жажда получить, да, вот этой, вот этой изумленности. Так изумиться, грубо говоря, Рада, Тиран, переведи, по-русски говоря, так изумиться, чтобы каменное сердце наше лопнуло. Лопнуло, треснуло, и туда стекла вот эта милость. Милость и тумбение радует, это чувство, ее эмоции. Рад и радует. From one side, we need such strong feeling of eagerness for this feeling of amazing, what then this amazing way is coming, it will be so strong, what our heart like stone will crack. means all our feelings for my, how I must behave, will crush. And nothing can stop this feeling of amazing. Я перевел, попытался перевести. Да, и вот что, знаете, как, ведь любовь, она же неделя, да, знаете, как, мама, мама, она всех любит, да, наша с вами, вот, Дамадар, твою, да, мысль, вот, твою тему саджатии, да, общения, что она же всех нас любит, да, мама никого не любит, меньше или больше. То есть, вот эта энергия любви, да, любви Радхики, ее чувства, ее изумленность, она на всех распространяется. То есть, каждый, каждый, вот, знаете, я сегодня слышал вино до Бихари, он говорит, здесь нет случайных людей. Те, кто пришли во Виндаван, в Африке, нет вообще. Это миллионы с людьми брошенных ее. Я перевел, что мама любит тебя, всех, а про вино до Бихари я не перевел, потому что не запомнил, я говорю, мне надо по предложениям. Да, да, я могу поскорить вино до Бихари. О, он сказал, что здесь нет случайных людей. Да, да, да. Вино до Бихари Баба, фрам Баршана Хитот, но здесь нет каких-то, как бы сказать, судьбов, которые приходят только случайно. Нет, все судьбов здесь специальные. Да, и вино Бихари, говорит, представьте, что с разных концов света, говорит, а они сидят во Виндаване, рада тираны, с Джаянанда, мы там были, да, помните, на Варшане. И он говорит, у нас у людей такая жажда. Они сразу, мы тут родились, живем, а они приходят, у них, они так изумились, рад, что они бросили свои страны и семьи, говорит. Это величайшие личности, те, кто приходят во Враджи, во Вриндава. Вино до Баба told to the local devotees from Raja, who came to him, look at these western devotees. It's so amazing. They left all their comfortable places, homes, just because of their amazing bairada. This feeling of amazing brought them to here. Да, и я вот эту мысль хочу. Да, Винода Бихари связать с Дамодарой нашим возлюбленным. Да, вот это изумление. Он, знаешь, там он поставил тоже акцент. Он говорит, они изумились. Их так изумило, знаете, вот их не камни треснули. Треснули, да, Дамодара. Ну, все, кто был, да, рады тираны сидеть. Ну, как можно, да, вот, не жить во Вриндава. Я был в мыслях своих, в уме. То есть мы влюблены, мы рады, рады. В этом смысле я хочу связаться с тем, что я слышал от Винода Баба, от Варшана. Он также говорил о том, что это замечание, что это сделает ракеты в сердце, в сердце, в сердце, в сердце, как стены. И вот, мы просто слышали от Дамодарджи. Да, да, ну, это израиль. Джата, это веревка. Как, как? Джата? Джата, это веревка. Джата means rope. И рады, гуруду. И рады, рады. И рады, рады. Да, да. Махараджи встретился, рады, рады. Ну, thank you. Я рады, рады. Ахмадар, давай Махараджи слово дадим, давай это, позволь, пожалуйста. Конечно, конечно, конечно. Рады Сириран, попроси Махараджи, чтобы он сказал два слова, вот в это изумление, если, ну или что у него на сердце сейчас. Рады, рады. Дорога Городеев, рада Говинда is requesting you to say something about the feeling of amazing, which is the essence of Rasa. Is this subject what was used by Dhamadhar for today our meeting? I need some time for listening, yeah, I will share. О, Шилгурда говорит, что ему нужно послушать, чтобы что-то сказать. Ну что ж, мы продолжаем тему объединяющего изумления. We will continue this subject about the feeling of amazing, which is united all of us in one group. Что превращает нас в Саджатия-сангу. What converts our group to the сваджатия-санга, саджу-санга. Да, джата — это верёвка. Джата means rope. И она состоит из множества тончайших волокон. Inside of this rope so many tiny threads. И если она толстая, то она очень прочная. If a rope is strong, means big, then it will be very strong rope. И это объединение, наше объединение с одной целью, с одним корневым чувством, оно делает нас сильными. И мы сейчас собираем нектар с каждого цветка, присутствующего здесь. And now we're trying to collect the nectar from each flower, who is present here. Что изумляет его? What was amazing particular person? What's the cause of amazing for particular person? Что его привело сюда? What brings him to here? Что удерживает его? What keeps him here? Что делает его сильным? What makes him strong? Какое изумление? What kind of amazing feeling of amazing? Каждый день. Every day. Каждый день. Каждый день. Every day. Every day. Пожалуйста, я прошу высказываться. Please, I want to hear your sharing. Рады, рады. Малтады. Я, если позвольте, тоже немного скажу. Anantabrabu wants also to share something, a little bit. Тоже по поводу саджития и по поводу изумления. Я буду переводить предложение за предложением. Так я, во-первых, помню, что переводить, а во-вторых, так не просили. I want to say about svajatiyya and about feeling of amazing. Ну, я бы хотел сказать, что вот это изумление, которое я, можно сказать, испытываю, и вместе с этим изумлением какое-то счастье и радость связано с тем, что я попал вот в этот пучок, может быть, сказать, света, который, как это сказать, как лупа, который концентрирует вот этот весь свет, весь этот вкус духовный. Моя впечатление, которое вызвает мне блеск, который приходит в сердце, потому что я здесь, как сказать, в этом концентрированном светлее, который приходит из, я не знаю, как это в английском, это глас, который может концентрировать свет. Лупа, линза, 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 линза. Линза, 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 линза. Линза, 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 линза. Линза, 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 линза. Линза, 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 линза. и так как я общаюсь со многими преданными и давно давно и общался много из исконный разным немного друзей и знакомых и вот и отсюда прямо из вот это из нашей саджете санги ты начинаешь видеть вот вот это концентрацию и и расфокус то есть вот этот фокус расфокус он здесь есть а в других местах они and because i had experience long time of association with other devotees in different groups is gone godema now i can compare and see the difference when this light of when it's like concentrated in one spot different effect when light is not concentrated i can see this здесь я могу чувствовать большое счастье радость и вот эту здесь концентрироваться я учусь ну как сказать вот этой концентрации and here i can feel so much bliss and i'm learning here how to concentrate myself у нас здесь в ульском есть храм и красивые божества и мы там каждый четверг у нас проходят киртаны мы там собираемся петь in our place where we are living where our home our house one one beautiful temple with very nice beautiful панчататва и вот на прошлой неделе когда мы пришли ну тоже мы собрались на киртан и я сел погрузился как раз стал медитировать но насколько это возможно у меня да для меня я стал медитировать на на ту тему как как шимати радхика она какие чувства она когда играет на вине и когда она их передает и манджери и тует эти чувства себя и дюринг из киртан а а а started to meet a how she might радика play play on your vina and the this music how it's music transfer your things to manjari я сел перед киртоном и до этого я просто медитировал я все время думал думал у меня не выходило из головы и потом когда я сел петь киртон то как это можно сравнить я не знаю вот духовный мир это наверное как как вот такой двигатель который вечный мощный двигатель а мы как как выжатое сцепление когда мы с ним не соединены то кто вот как сцепление отжата и мотор просто крутит и мы не двигаемся и вот как бы ничего не происходит and it before the skills and i thought spiritual world like the pep to mobile that engine which is always working always rotating if we not connected we are not moving in that moment when we're connecting with this eternal engine internally rotating engine then we also start to move и вот как раз ну до этого я медитировал да вот но как раз пытался сконцентрироваться думал ну а шимати радхики то есть вот ну как-то медитировал на эту тему и когда я сел петь через какое-то время но я не думал вот это изумление но стало приходить я начал у меня начали лица слезы я как сказать я понимаю что так зачем слезы сейчас там будут кто-то посмотрит или еще что-то и умом я пытался это ну как-то остановить думаю зачем зачем это же не надо нужно же все официально вот петь киртан и потому что of this meditation of шкина тебя радико how she's playing on her vina Да, я пытался как-то остановить это, думаю, ну, надо все вот так сдержанно, но я ничего не могу поделать, они из меня, ну, льются слезы, и я, ну, насколько мог, вот как бы, да, я киртан допел и потом вот ушел. То есть и было вот это вот удивление, что когда мы действительно, когда мы начинаем концентрироваться, то вот этот двигатель, мы как сцепление, как соединяемся, и начинают происходить эти духовные процессы. Even I tried to stop my tears, I found I could not. With some efforts I could finish my kirtan, and I was amazing how this concentration on the spiritual subject gave me a moment to feel such things which amaze me. Поэтому я рад находиться вот в такой саджатия санге, когда я могу, как сказать, подпитываться, когда у меня возникает еще больше, от общения с каждым из вас у меня возникает еще больше желания, ну, как бы утвердиться в этом. And I'm happy to be in this sangha, сваджатия санга, which is nourishing my feelings and my desires, spiritual desires, my ignorance. Поэтому я всех благодарю, вот это я, что бы хотел сказать. Большое спасибо, рады, рады. I'm grateful to have you. Ananda, пускай там Говинда Махини, где это самое, позови с супругой. Она нам обещала, она просто поделится изумлением. Говинда Махини, вы. Ты опытная за... Говинда is asking Говинда Махини to also to share, because previous meetings, she is promised what she will do it. Говинда Махини is saying, it's very difficult because of problem with Fred. She got sickness here, and she could not speak. Sorry. Мадараджи, давай вот дадим слово, я вижу, Ананта Маюшка. Конечно, конечно, всем. Да, конечно, конечно. Никаких запретов. Нет. Да, как тебя изумлили, да, как могу. Гуру Дев, Рада Мохана, Рада тебя изумляет. Скажи два слова. Рада Говинда is asking Anandamai to share at least few words what is amazing hell. Рады, рады. Рады, рады. Надо вас всех видеть, слышать, находиться с вами рядом. Я очень благодарна Гору Деву за то, что он пролил на меня милость и принял меня. Это очень меня изумляет. Также я изумляюсь тому, что все мои жизни, очень-очень давно, когда-то я появилась, и все-все мои жизни, Рада и Мохан, они вели меня к себе. Все, что мне было нужно, необходимое для жизни, и также все, что мне было необходимо на данный момент, чтобы прийти к ним, они мне давали. И так постепенно я все-таки пришла к ним, я узнала о них, узнала о Гуру Деве и узнала о нашей Санге. И что для меня больше всего удивляет, я молилась о служении Радхи и Мохану, очень молилась. На тот момент у меня еще не было Харинам, Гуру Дев мне не дал, и я не знала тогда, что мой Гуру Дев это мой Гуру Дев, и я была тогда не уверена. Тогда я была просто Таня, но Рада и Мохан, они пришли ко мне, ко мне, несмотря на то, что я далека от служанки. День за днем они со мной, и они приближают меня к себе все больше и больше. Я вижу, как они приближают меня и позволяют мне служить им. Это для меня благодарность тебе сказать им. Every day they are with me, and every day they are helping to me to become more and more close to them. Рады, рады. Если вы позволите, я могла бы еще рассказать несколько историй, которые меня изумляют, если позволяет время. Конечно, да. Я хочу рассказать несколько историй, если вы хотите. Нанда Машина, как ты, вот твое изумление. Рада Гавильдий Заскин, пожалуйста, поделитесь своим опытом. И я хотела сказать о том, что когда в океане нежности и блаженства Рада и Мохан смотрят друг другу в глаза. Это два океана, бездонных океана милости, любви и нежности. Тогда все вселенные замирают от изумления. Время останавливается, и есть только два океана нежности, любви. И какое счастье, что манджари могут видеть это, наблюдать это. А еще, когда ночью вместе с Гопи, когда танец, есть танец Расы, когда Кришна показывает свой изумительный танец. Он самый лучший танцор во Вселенной. Он старается изо всех сил показать свой прекрасный танец, чтобы Радхарани увидела и чтобы ей понравилось. И он пытается очень много, только из-за одной причины. Он хочет сделать Шримати Радхару, который был удивлен за свою танцору. И она его любит. Я не знаю, как моя трансляция будет. Он очень старается для Радхарани. А когда он заканчивает свой танец, тогда начинает свой танец Радхарани. Она просто бесконечный океан таланта, изящества, грации. Она делает маленький наклон вперед, делает взмах рукой такой изяний. Такой красивый и тонченый, что Кришна просто встает от изумления, открывает рот и не может шевелиться. Тогда Шримати Радхарани, просто начну его танцору, он делает маленький удар в свою руку, и делает жесты по рукам. Такой мягкий и красивый. Кришна, когда он увидел это, он был встан. Он был удивлен и остался из-за этого. Он просто стоит и ничего не может сделать. А Радхарани удивлена тому, как он изумлен ею. Для нее это было неожиданно. И тогда подруги Радхарани подсмеиваются, подшучивают над Кришной и подталкивают его. Мне кажется, это так удивительно, что подруги здесь очень кстати. Подруги Радхарани, чтобы раса была вкуснее, чтобы вся ситуация была интересной. И для меня это удивительно, как женщины Шримати Радхарани так важны в этом игре, в этом игре. Они делают все раса более вкуснее. Они увеличивают раса. Спасибо. Рады-рады. Спасибо. Спасибо, Рады-рады. Мадар, скажи, какая изумление вот в этой девочке. Да, я еще. Давай. Рады-рады. Не-не-не. Ты про выступление Татьяны. Она говорит наше анандамайское. Скажи два слова. Какая изумление. Рады-рады-рады. Я спросил, что он сказал, что он просто слышал от Анандамаина. Да, я тоже. Я увидел картины, это очень важно. Мы с вами говорили уже, что чувства поражаются в образе. Мы уже говорили уже, что чувства поражаются в образе. А образ воспринимается в чувстве? И, в то же время, человека нас испытывают в виде чувства. Поэтому, если мы чувствуем, то видим. Если мы чувствуем, то мы видим. Если мы не чувствуем, то мы не видим. Если мы не чувствуем, то мы не видим. И мне очень приятно было видеть Слышать чувства и видеть образы, которые сейчас были представлены. И я был счастлив коснуться счастья Рафики. Которая была изумлена изумлением Кришны. Которая была изумлена изумлением Кришны. Рады, рады. Жай Гурдей. Жай Рады Мохан. Дамодара, может, пойдет к Гуру Деву? Да. Вопросики. Конечно. 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 Рады, рады. Рады, рады. Рады, черанцы. Вопросик к Гуру Деву. Мы говорим, да, вот эту тему, о которой он сейчас Ананда Майя послушал. Дамодара. Да, вот. Твое, наверняка, в отступление. Что вот это изумление. Как его изумляет, да, вот это вот. Что для него изумление, Радхики. Радхики, нашей слами. Его Гуру Деви. Вот для Махараджи. Рады, рады. Дея Шилгуру Деви, Рада Говинда is asking what is amazing you in Shri Mati Radhika or in your Guru Devi? What is your experience, if it's possible? Может быть, они не слышат, потому что я не вижу, чтобы человек хоть как-то отреагировал, чтобы хоть кто-то из преданных отреагировал. Я думаю, что они не могли слышать. Радхи Радхи Рани и Манджарис prepared one surprise for Krishna. Радхи Рани из глины слепила статуи Кришны, а Манджарис слепил статую Радхи Рани. Шримати Радхи Радхи made from the clay the statue of Krishna. Yes, Манджарис made same, means they made statue of Shrimati Radhika from clay. Это была очень объемная статуя, очень красивая. This statue was very beautiful, with many subtle details. Когда пришел Кришна, ему очень понравился этот сюрприз. Я почувствовала, что это не так. Ему очень понравился этот сюрприз. Но он решил пошутить и сказал, что-то не очень. Он сделал это, как будто ему не понравилось. Но он решил спичать и сказал, что эти статуи не так хороши. И тогда Радхарани рассердилась и сказала, что ты говоришь? Мне не понравилось, и она начала защищать своих манджарис. Радхарани ответил ему, что ты говоришь? Она начала защищать своих манджарис. А тогда, в этот момент, когда она была очень сердитой и хмурила брови, тогда Кришна внезапно поцеловал ее, обнял и поцеловал. И в этот момент Радхарани, она забыла, что она злилась. Она забыла, кто она, что, что случилось, что происходит. Она от изумления от этого внезапного поцелуя. Она просто раскрыла широко глаза и все забыла. В этот момент Радхарани была очень удивлена, что она забыла, что она забыла. Кто она, что происходит? Она забыла, что она забыла, что она забыла. Она забыла, что она забыла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова